Посады. Деревянные, слова народные. Пустячок, а приятно. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша Федоникова и это проект Я Дома. Сегодня мы узнаем, как Газпром повлиял на развитие целого района и посмотрим интересную квартиру в стиле шибишик. Это что-то новенькое. Но сначала спасибо вам огромное за все приятные комментарии, которые вы мне пишите. Спасибо за вашу поддержку, за лайки и только вы поднимаете это видео наверх. Вы ребята лучшие, поэтому лайк, подписка на канал и теперь начинаем. Если вы когда-нибудь приедете в Москву как турист, то вас обязательно отправят смотреть Кремль, Большой театр, ну и наверное Москва-Сити. А вот в Обручевский район вы приедете, ну вряд ли. А зря, потому что именно здесь в 1812 году в Воронцовском парке, который находится прямо напротив меня, Кутузов создавал первый авиабомбардировщик. Для него это взялся сделать никому неизвестный изобретатель-самоучка Франц Лепих. Он обещал, что соберет первый в России дирижабль, который будет поднимать 50 человек и сможет сбрасывать бомбы на армию Наполеона. Предполагалось, что дирижабль будет передвигаться по воздуху с помощью двигателя на веслах. Ну то есть люди гребут, дирижабль плывет. Потом конечно выяснилось, что Лепих самозванец и с позором его гнали из Москвы. Но история интересная. А еще здесь рядом находится небоскреб ПАО «Газпром» и «Газпром Медиахолдинг», «Газпром Транснефть Чайковский» и многие-многие-многие другие организации «Газпрома». Конечно всем тем людям, которые там работают, нужно было где-то жить. Итак, рядом с новыми теремушками в Обручевском районе начинают строить в 2000-х годах элитное жилье, престижные дома. В один из них мы сегодня и отправимся. Друзья, сегодня мы смотрим квартиру общей площадью 280 квадратных метров. Ее цена 130 миллионов рублей и это еще со скидкой. Таким образом получается, что за один квадратный метр здесь вы заплатите 464 тысячи рублей. Приятный бонус. В эту цену уже включены два машиноместа на подземном паркинге. Ну и поговорим про преимущества. Здесь пять комнат, три санузла и отдельный блок для детей, там две детских, каждый из которых имеет выход на балкон. Ну и конечно предусмотрена главная спальня. Со своим отдельным санузлом и отдельной гардеробной комнатой. К преимуществам я, пожалуй, еще отнесу очень просторную гостиную площадью 70 квадратных метров. Как вы поняли, нахожусь я в прихожей. Ее площадь 20 квадратных метров. Учитывая, что квартира имеет круговую планировку отсюда. Вы можете пройти главную спальню, постирочную и по коридору прямо будет гостиная. А вот справа от меня находится гостевой санузел и гардеробная комната. Я думаю, вы обратили внимание, что сегодня я в обуви на плоском ходу. Дело в том, что во всей квартире очень дорогое напольное покрытие. В зоне прихожей это натуральный мрамор двух сортов в жилых зонах, роскошный паркет из дуба и дерева венге. И сегодня, кстати, мы смотрим интерьер, который, возможно, кто-то назовет современной классикой. Но, на мой взгляд, это авторский дизайн интерьера с элементами Шебешик и Прованс. Абсолютно точно, что квартиру оформлял человек, который очень любит искусство, живопись и предметы старины. Например, слева от меня находится большое настенное панно с картиной Ван Гога, который называется «Пшеничное поле». Мы переместились в зону кухни. Только посмотрите, какая кухня просторная. Ее площадь 25 квадратных метров. От зоны гостиной ее отделяет система остекления. И здесь, в этой конструкции, каждое стеклышко получило фациентную, а значит, ювелирную огранку. Кухня оформлена в стиле Прованс. Если мы посмотрим наверх, там под потолком установлены декоративные балки с рисунком виноградной лозы. Складывается ощущение, что сегодня я обозреваю дом где-то в предместе Марселя или в регионе Тосках. Красиво же, да? А вот мебель, кстати, действительно приехала сюда из Италии. Я говорю про кухонный остров со столешницей из натурального мрамора и про вот те полочки для посуды. Давайте перейдем с вами в рабочую зону. Тут расположилась раковина с секцией для мытья овощей и фруктов и сушкой для тарелок. Дальше находится посудомоечная машина и микроволновая печь. Вряд ли кто-то сегодня может обойтись на кухне без этого удобного гаджета. Собственники этой квартиры очень любят готовить, поэтому в довесок из Италии привезли большую профессиональную плиту от бренда Ilve Majestic. Если произношу неправильно, ну уж простите, я этот бренд встречаю впервые, но вы можете поправить меня в комментариях. Так вот, дело в том, что по задумке сюда должен вместиться в духовку целый поросенок или самая большая итальянская пицца. Понятно, что над таким монстром обязательно должна быть профессиональная вытяжка. Вот она, тоже от бренда Ilve Majestic. Идем дальше, и здесь справа от меня холодильник с морозильной камерой от бренда IG. В противоположном конце кухни расположилась обеденная зона. Здесь мы видим большой круглый деревянный стол в окружении вот таких искусственно состаренных стульев. Эстетику бабушкиной дачи или хорошего дорогого загородного дома поддерживает ретро абажур из ткани с керамическим основанием на подвесах. Ну и рядом стоит большой буфет для посуды и вот такие напольные немецкие часы с боем. Вообще, кажется, дернешь за веревочку и оттуда выскочит кукушка. Когда попадаешь в гостиную, создается ощущение, что находишься не в московской квартире, а в настоящем загородном доме. А все благодаря системе остекления, о которой я уже говорила раньше, и большим панорамным окнам, рядом с которыми хозяева организовали импровизированный зимний сад. Чтобы усилить этот эффект, дизайнер добавил в интерьер элементы шебешика. Шебешик – это направление в интерьере, которая возникла в конце 80-х годов. Тогда все подустали от минимализма, ну прямо как сейчас, и вспомнили о милой сердцу старине. Британский дизайнер Рэйчел Эшвилл путешествовала по комиссионкам и антикварным магазинчикам в поисках интересных вещей, реставрировала их и продавала в своем собственном магазинчике. Вещи быстро находили хозяев и очень скоро стиль шебешик, потертый шик вошел в моду. В основе стиля потертый шик лежит обжитой комфорт и любовь к античности. В данном случае прекрасным примером является вот такой журнальный столик в виде капителей ионического ордера. Если мы посмотрим на боковины, то увидим, что краска будто бы слегка растрескалась и потерлась со временем. Это достигается благодаря эффекту крыкелюра. Сопоставляя мебель в пространстве в стиле шебешик, очень хорошо смешивать элементы, которые могут быть неочевидной парой. Например, наш прекрасный журнальный столик и вот эта деревянная, состаренная консоль. Вообще, кому-то она может напомнить портал от камина. А это такая каминная полка, над которой просто напрашивается картина. Учитывая, что гостиная довольно просторная, дизайнер поделил ее на функциональные зоны. Зону, где вы можете принимать своих гостей, мы уже посмотрели. А теперь давайте обратим внимание на зону бара. Барная стойка сделана на заказ из дуба. Это ручная работа специально для этой квартиры. Ну и по просьбе хозяина сюда добавили винный шкаф и специальный замочек, потому что в доме были маленькие дети. А если закрыть винный шкаф на замок, то любая шалость исключена. Покажу вам вот такую необычную вазу из муранского стекла. В наших выпусках я очень часто говорю, посмотрите, это же люстра из муранского стекла. В чем его ценность? Дело в том, что подобные изделия делают вручную только в Венеции на острове Мурана. Профессия стеклодома передается исключительно по наследству от отца к сыну. А вот если девочка захочет быть мастером стеклодувом, ей точно откажут. Переходим в ТВ-зону. И здесь прежде всего предлагаю вам посмотреть на то эксклюзивная ветка и очень ценное напольное покрытие. Это у нас дуб и дерево венге, которое растет только в азиатских странах. Его довольно дорого везти к нам и редко она у нас встречается. Мебель ТВ-зоне. Диваны приехали из Италии и Франции. Они современные, дорогие, стильные и отлично сочетаются с теми предметами мастерами, которые мы здесь видим. В данном случае это прекрасная винтажная ширма, антикварный столик и кресло. Посмотрите, у него на ножках такие специальные маленькие колесики. В центре стоит столик со столешницей из настоящего мрамора. Ну и, конечно же, большой телевизор – обязательный атрибут подобной гостиной. Сейчас я прошла гостиную насквозь и снова вышла в коридор. Это комната первая. Она находится ближе всего в главной спальне и, как вариант, здесь вы можете сделать свой рабочий кабинет. Но, если вам он не нужен, тут может быть еще одна детская. Посмотрите, я думаю, понятно, что тут жил маленький мальчик. Мы видим небольшую кровать, деревянный шкаф для игрушек и рабочее место. Огромное преимущество – у этой комнаты есть свой отдельный балкон. Ну и, кстати, на полу в комнате лежит очень высококачественный дубовый паркет. При желании вы можете его заново отцикливать и покрасить более светлым матовым лаком. Я дома – агентство, которое поможет вам найти свой идеальный дом. Мы специализируемся на продаже и покупке недвижимости премиум и элит класса. Мы понимаем, что ваш дом – это не просто строение. Это место, где живет ваше сердце и где вы создаете незабываемые моменты. Наша компания с удовольствием проведет вас через весь процесс, чтобы помочь найти тот самый дом, который станет любимым для всей вашей семьи. Пишите нам в WhatsApp. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предложить лучшие варианты на рынке недвижимости. Елена, мы с вами находимся в детском блоке. Чем он примечательный? У нас есть отдельное помещение гардеробной, в котором очень удобно разместятся вещи подросших детей. И также у каждого подростка своя комната. Плюс у нас также есть общий санузел, в котором прекрасно разместились две раковины. Это удобный большой санузел с душевой кабиной. Он непосредственно примыкает очень удобно к этому блоку, поэтому утром движение очень оптимизировано. Здесь очень удобно, что взрослые могут отдыхать в большой гостиной. Со своими гостями полностью закрывшись, дети могут соблюдать режим и уйти вовремя спать. Елена, мы с вами переместились во вторую детскую. Что здесь интересного? Здесь есть дверь, которая также выходит на балкон. Таким образом, у нас большой балкон, где дети могут каждый выйти из своей комнаты, прекрасно общаться, пригласить друзей. При этом они будут любоваться Воронцовским парком, Москва-Сити, МГУ и множеством других достопримечательностей, которые открываются взгляду в солнечную погоду. Здесь у нас есть возможность пользоваться новой станцией метро «Новаторская», которая находится в 10 минутах от дома. Помимо этого, у нас есть возможность заниматься спортом, не уезжая далеко от дома, так как прямо в непосредственной близости к дому располагается огромный wellness-центр, в котором 25-метровый бассейн, большой фитнес, множество секций. И, наконец-то, мы дошли до главной спальни. Ее площадь 32 квадратных метра. Она оформлена в спокойных бежевых и серых оттенках. Посмотрите, какая спальня утонченная и романтичная. В этом нам помогают элементы шебешика. Например, винтажные стулья со спинкой из ротанглии. Вот такое декоративное деревянное панно. И это кошка-милашка. В центре мы видим большую двухспальную кровать. Я уверена, она очень удобная и комфортная, но по-другому в таких квартирах просто не бывает. У кровати мягкая изголовья, но при этом добавили еще и специальные подушки, чтобы сидеть в кровати вам было удобно. Отличное решение, если вы любите читать перед сном. За изголовьем расположилось панно из гипса с рисунком папоротника. Почему папоротник? Дело в том, что это мощный целярный символ еще и талисман, который охраняет его собственника от всевозможного зла и дурного глаза, а еще освещает ему путь. У этой комнаты отдельного балкона нет, ну потому что все лучшее детям. Зато есть вот такое замечательное место отдыха около окна. Это американское кресло с тканевой полосатой обивкой, которое лично мне напоминает кресло, из-под которого вылетает Карлсон. Гардеробная в главной спальне имеет площадь 7 квадратных метров. Внутренне не заходим, потому что, как видите, там сейчас хранятся вещи собственников квартиры. Но мы видим, что уже установлена удобная система хранения. Подусмотрены полки для обуви, антресоли для чемоданов и всевозможные рейлы. Ну что, давайте посмотрим санузел его площадь 13 квадратных метров. Первое, на что я обратила внимание, это напольное покрытие. Плитка приехала из Англии, и она имеет поверхность непрямую и гладкую, к которой мы привыкли. А такую ребристую, за счет чего, когда свет падает на нее, он очень необычно отражается. Я не уверена, что камера передает правильно этот эффект, но кажется, будто бы я стою на водной глади. Стены здесь тоже облицованы английской плиткой, но здесь мы уже видим сюжеты, игра в теннис и пикник в каком-то английском парке. Слева от меня находится консоль со столешницей из натурального мрамора. Две раковины от бренда «Виллерой и Бош», и, конечно же, большое зеркало для вашего удобства. Там, чуть дальше, на подиуме, находятся ванная и рядом душевая кабина с системой тропического душа. Друзья, на сегодня это все. Я с удовольствием провела время в этой квартире вместе с вами. Надеюсь, что она найдет своих хозяев и станет отличным приобретением для большой шумной семьи. Если вы захотите посмотреть этот объект, то все контакты есть по ссылке в описании. Всех целую и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok